добрый день ребят с вами алекс и я продолжаю свое путешествие по этому увлекательному прекрасному миру black desert в данный момент я нахожусь в нижнем сауши это верхний а это нижний его так называют порог хождения здесь 240 атаки припарковался я здесь неподалеку от обрыва особо заморачиваться не стал в поиском места но думаю где-нибудь с краешку по фарме чтобы недалеко бегать ну а там посмотрим значит хочу сразу оговориться все цифры которые я называл называю буду называть они условные у вас может получиться так у вас может получиться больше у вас может получиться меньше все зависит от вашего класса от того как вы фармите как долго вы на этом споту ну и самое главное какой у вас забав я использую свитки удачи вторые только вторые тут мне написали что у меня с головой что-то не так так как я на маншару их использую ну ребят каждый сходит с ума как может и посему вторые свитки полный забав все что можно заюзаем все свитки какие у меня есть и вперед крошить гладиатор сейчас проведем небольшой тестик все-таки 240 атаки а у меня 236 мало ли что вообще по слухам мне тут сказали что его недавно апнули этот узел и здесь теперь можно зарабатывать серебрецкого где-то 120 миллионов в час но не факт что у меня это получится но бы я конечно постараюсь но думаю но стольничек точно можно собрать я не думаю что человек так просто сказал если говорить значит знает что то говорит что говорит если у меня не получится это не знаешь что это в принципе невозможно просто все мы разные кто-то хорошо фармит плохо в пвп кто-то хорошо в пвп плохо фармит кто-то и то и другое хорошо делает или плохо делает в общем все зависит от человека наверное все-таки будет внизу лучше нам нужны кучки поменьше поплотнее чтобы не тратить особо время на перелеты на этом узле падают кофрасы падает грунил полный набор там перчатки сапоги тело голова потом еще тут падают сапоги здравия они конечно стоят мало но в целом должно получиться довольно таки неплохо так сейчас обаффаемся на опыт все-таки 62 то надо когда-то брать но бы для меня зеленая так что я думаю нормально тут должно получаться по опыту сейчас еще камушек кто тоже опыт дает о черный дух чуть не забыл и так теперь полный фэн-шуй опыт должен литься рекою так кофрас я говорил да там ну духи естественно тоже падают потом падают здесь медийские дискотеки в большом количестве кофрасы не знаю сейчас проверим но если их будет падать тут хотя бы 10 в час то это будет очень здорово стоят они 3 миллиона на рынке 10 в час это уже 30 миллионов в вашу копилочку сам грунил там вроде если не ошибаюсь башка стоит 600 тысяч если 10 штук хотя бы выпадет за час то это уже еще 6 миллионов и там к стоит здесь 4000 принципе нам надо набить хотя бы с десяток в час набивать мы будем то это будет уже хорошо и так примерно прикидываю это по и там кому 40 пример если 10 тысяч это 40 миллионов кофрасов 10 выпадет это 70 миллионов думаю вряд ли тут будет 10 чистыми кофрасами падать без духов так но если еще шлем а если еще жерелка выпадет кладиатора шульца то ну да приблизительно но должно у нас получится 100 миллионов в час я думаю получится но может чуть меньше все-таки спот новый я тут не фармил не знаю как его фармить сейчас надо долгое время привыкать искать подходящий круг идеально чтобы меньше летать больше убивать поэтому будем тренироваться будем учиться посмотрим что из этого выйдет еще в этой области вводится такой элитный моб под названием кунгар с него естественно повышенный дробь и с него еще падает ожерелка гладиатора шульца который стоит на аукционе 8 миллионов шестьсот вот как раз он и прибежал к нам лег на помине он довольно таки жесткий убивается не так легко если у вас он вам не по силам можете просто пройти мимо ничего страшного этот спот немного неудобен тем что здесь много падает различных вещей вам нужно много горничных чтобы выгружать все это на аукцион потому что через полчасика я думаю у вас если не расшаренный инвентарь по максимуму думаю у вас весь инвентарь будет забитым грунилом сапогами здравия и так далее также советую в игру вам купить палатку либо сделать по кресту но она как-то неудобно и там надо постоянно эту наковальню крафтить делать она ломается насколько я знаю в общем много геморроя мало пользы а палатка из шопа это самый то достал починился и дальше продолжаешь фармить естественно вы понимаете что это будет отражаться на вашем показателе фарма увеличение лт то есть вашего переносимого веса это уже по желанию но для начала совет определитесь точно на каком персонажа будете играть чтобы за зря деньги не тратить другими словами вес лт горничные чтоб перекидывать добытый вами лут на склад это три вещи которые необходимо просто купить в любом случае решать вам отсутствие данных вещей будет непременно сказываться на скорости вашего развития в принципе можно обойтись и без них но тогда вам не будут доступны такие споты как допустим этот вам придется фармить только избранные споты где мало падают вещей избранные узлы такие как лес поле маншару кахазы вам не подойдут но если у вас есть фея вы ее качаете то вы можете просто ей скармливать все этот ненужный хлам можно фармить без палатки и без горничных тюрьму пилап серный рудник шериханов красных волков забытые руины не подойдут там тоже много оружия падает или каждый час бегать в город чиниться выгружаться кто-то без палатки играет и вполне нормально себя комфортно чувствует так что все это по вашему выбору и на ваше усмотрение и так по первым впечатлениям спот нормальным мне в принципе он нравится единственный минус то что надо далеко бегать к лошади но это я просто поленился поискать место где-нибудь поближе здесь на берегу думаю на пристани можно разместить лошадь я как-то пробегал по крестам на лошади если там разместить лошадку я думаю мог бы не достанут и по блин будет поближе бегать чем наверх на горку либо фармить там наверху но мне показалось что кучки там стоят немного неудобно следующий раз я конечно же более ответственно отнесусь и перед началом фарма пробегусь посмотрю где коня поставить шлема грунил я продавать не буду я их наоборот всегда покупаю ибо я набиваю фейлы ими для разнообразия мне подойдет надо периодически менять обстановку потому что на одном споту вообще утомительно сидеть так кофрасики смотрю так бодренько сыпется мне понравилось духи тоже это очень хорошо много кофрасов много денег много духов тоже много кофрасов много денег сапогов здравия тут чересчур много падает они стоят 30 тысяч если я не ошибаюсь лучше так грунил падал грунил немножко похуже шлема тело перчатки примерно одинаково я уже так наблюдаю ожерелка только одна выпала с этого кунгара завалил я их три штуки но выпала только одна и так что у нас получилось в итоге 23 медийские дискотеки кучу всякого грунила здравия весь шмот этот я периодически перекидывал во время фарма на аукцион так что еще и на аукционе валяется до хрена чего духи я сразу перекрафтил уже у меня получилось в общей сложности 19 кофрасов вместе с выбитыми не сказать что много но тоже хорошо это почти 60 миллионов за минусом подоходного лога будет чуть поменьше и 23000 итемки за два часа другими словами примерно 11 5 итемок в час то есть на 104 миллиона мы вот продали получается только итанками я набил 50 миллионов далее все это дело продаем уверен все это продаст в течение дня единственная оставлю шлем грунил а все остальное я продам все это всегда продавалось всегда покупалось я думаю проблем с реализацией у вас не возникнет не волнуйтесь по итогу выставил все это дело на аукцион получил 10 3 миллиона 200 тысяч отнимаем 15 процентов подоходного налога это 30 тысяч составляет сумма составила 172 миллиона делим на 286 360 86 миллионов в час это учитывая что я просто фонарно прибежал сюда я не умею этот спот фармить это нафармил 86 миллионов думаю если туда придете тем же блейдером то куда больше получите ланка конечно хороший фармер но есть классы которые формят намного лучше те же визарды страж мне кажется получше фармит плюс ланки то что она летает при фарме и может очень быстро перемещаться между кучками минусы как мне кажется в наследии именно это то что очень много приходится прожимать клавиш например этот скил вертушка он очень долгий 31 удар это занимает время вместо того что допустим там подбежал тот же блейдер махнул свои секиры и все и нету парика в пробуде думаю попроще будет ланка в наследии немного жестче за счет блока она лучше стоит под мобами но у нее нет такого бешеного ахилла и также нет читерского захвата для пвп но несмотря на обилие прожимаемых скиллов во время фарма мне все-таки больше нравится ланка в наследии и так ребят вы все видели теперь все знаете спасибо